Я шла домой, был такой вот тоже теплый весенний день, и я шла совершенно счастливым человеком. То есть у меня было ощущение, что просто вот какое-то чудо, какое-то счастье произошло со мной. Я не знаю, с чем сравнить, с каким-то очень дорогим подарком, может быть, можно это сравнить. Но вот у меня было прямо такое ощущение, что со мной случилось какое-то чудо, и я нашла этот источник энергии просто для своей жизни, для своего здоровья. На самом деле это такая распространенная ошибка, что нам весело, мы развлекаемся, и у нас яркая, бурная жизнь, когда мы испытываем какие-то стрессы, когда у нас постоянные разборки, ссоры в отношениях, когда у нас борьба за карьеру. Это то, что приводит нас, на самом деле, к замкнутому кругу. То есть человек бежит, бежит по этому кругу, но счастливым он себя не чувствует. Гораздо важнее йога учит нас тому, чтобы мы находили радости в обычных вещах, чтобы мы просто умели радоваться жизни. Нужно найти для себя какой-то ритм расслабления и напряжения. Почему хатха-йога, которую как раз я практикую, так и называется? Ха и тха – это единство противоположностей. Расслабление и напряжение. Поработал – отдохни. Мне кажется, что в какой-то степени мой такой скачок, большой шаг в продвижении моей практики случился тогда, когда я себе приобрела профессиональный, качественный, нескользящий коврик для йоги. И я занималась, мне кажется, часами. Когда оставалась одна дома, занималась спокойно, время останавливалось для меня. Мне понравилась и физическая нагрузка в том числе, и в первую очередь, наверное, тогда меня это интересовало. И какое-то ощущение внутреннего спокойствия, внутренней гармонии, баланса, который приходит к тебе после занятия. Мой сон стал крепче и спокойнее. И мне хватало уже гораздо меньше часов в сутки для того, чтобы хорошо выспаться и прекрасно себя чувствовать. В принципе, то есть 6 часов в сутки сейчас вполне достаточно, иногда даже 5. В целом у меня сложилось впечатление, что какие-то процессы, связанные с физическим старением организма, они останавливаются, замораживаются. Уходят какие-то внутренние страхи и зажимы. Кроме банальных страхов, таких как страх боязни высоты, санкнутого пространства, пауков и прочего, да, уходят страхи, которые нас блокируют, затормаживают, останавливают в нашей жизни, не дают нам возможности реализовать какие-то свои планы, проекты, которые кажутся слишком смелыми, кажется, это не для меня, и это очень сложно и так далее. Все это уходит и происходит такая ситуация, когда твои желания внутренние естественным образом воплощаются в реальность. То есть ты говоришь себе, я хочу, не знаю, поехать в Гималайю. И все это на самом деле происходит. Всегда почему-то тянуло меня вот именно в горы. И когда мне просто предложили поехать в йога-тур в Гималайю, в Северную Индию, то я с радостью согласилась. Индия и вообще страны Востока, они настолько экзотичны, настолько они отличаются от нашего привычного окружающего мира, но там все другое. Запахи, звуки, одежда, костюмы, не знаю, животные, эти коровы, которые бродят там по улицам, бродячие какие-то монахи. Можно зайти в любой буддистский храм, посидеть там на службе, послушать пение монахов. Надо сказать, что современные ученые уже пришли к тому выводу, что как раз служба буддистских монахов, их речитатив, с которым они читают свои очень древние молитвы, он обладает целительным действием, исцеляющим вот таким же, как колокола на русских церквях. Когда я находилась высоко в горах, на высоте выше 3000 метров над уровнем моря, я почувствовала некое странное состояние. Состояние, с одной стороны, легкости, с другой стороны, состояние такого как бы перевернутого мира. То есть было ощущение, что я нахожусь вообще не на Земле, а где-то на другой планете. Потом, когда я пыталась, значит, объяснить, передать свои ощущения уже более опытным туристам, которые в горах провели много времени, объяснили, что все на самом деле очень просто. Когда мы поднимаемся высоко в горы на несколько тысяч метров, на 3-4-5 тысяч метров, притяжение Земли, земного ядра по отношению к нашему телу ослабевает, ослабевает существенно и довольно сильно. А притяжение Луны по отношению к нашему телу или притяжение нашего тела по отношению к Луне, наоборот, усиливается. И учитывая то, что наше тело состоит на 80 или на 70% из воды, мы действительно это чувствуем. Я это чувствовала физически. У меня на самом деле было ощущение, как будто я нахожусь скорее на Луне, чем на Земле. При этом происходит достаточно сильный прогресс в практике йоги. И многие асаны, которые с трудом даются, скажем так, в обычной жизни и на Земле, где мы находимся, ну вот в среднем на уровне, на нулевом уровне моря, некоторые асаны даются намного легче. Перевернутые асаны, например, какие-то стойки на голове. Вот из такого путешествия в горы, не зря меня туда тянуло с самого детства, мне кажется, что я вернулась совершенно другим человеком. Я на многие вещи смотрю другими глазами, на, в частности, моменты, связанные с карьерой, с личной жизнью. И, конечно, я понимаю, что главное, главное – это все-таки то, как ты чувствуешь себя внутри, насколько гармонично ты чувствуешь себя. Не то, как ты выглядишь, не то, какую должность ты занимаешь и как красиво ты называешься на визитке, а как ты чувствуешь себя у себя внутри, честно себе в этом признавшись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова